Это видео посвящено прокрастинации творческих людей, музыкантов, композиторов, продюсеров и так далее. Понятно, что всё, о чём я буду говорить, оно распространяется и на любых других людей, представителей других профессий, но так как сам я занимаюсь музыкой очень давно, мне будет в этом контексте удобнее говорить об этом. Ролик, который я сейчас снимаю для вас, я не мог снять, мне кажется, несколько месяцев. Как раз благодаря этой самой прокрастинации, ничего не деланию, не знаю, каким термином это ещё можно назвать. Началось всё с того, что я въехал вот в это помещение и уже тогда понимал, что надо какой-то снимать контент для людей, что это востребовано, что это интересно, что у меня есть канал, на котором есть 6 с небольшим тысяч подписчиков, некоторые из которых ждут от меня каких-то роликов. И такое постоянное фоновое чувство было, что надо снимать, надо что-то снимать, надо что-то делать. Но было очень-очень много довольно сильных, объективных отговорок, которые я постоянно находил, постоянно держал их в уме. Ну, во-первых, после того, как я въехал в эту комнату, арендовал её, мне нужно было сделать здесь ремонт. Ремонт постоянно упирался в какие-то, ну, в кучу разных вещей. Покупка лампочек, проводки, обивки стен, смена потолочной плитки. Не буду же я снимать это видео в каком-нибудь некрасивом помещении, зачем? Вот, потом я более-менее что-то сделал из этой комнаты, тут ещё куча всего предстоит сделать, но уже какие-то вещи готовы, и уже как-то можно поставить камеру так, чтобы косяков было не видно, вот, и можно что-то снять. Эту проблему более-менее решил. Сегодня как раз провёл свет, решил проблему со светом. Следующая вещь, которую я понял, что у меня нет нормальной камеры, что всё, что я снимаю на телефон, очень сложно монтировать, потому что, не важно почему, важно, что там были проблемы с монтажом, с удобством монтажа и так далее. Аудио расходилось с видео. Надо было, значит, что-то намутить, чтобы снимать на камеру. Покупка камеры растянулась на бесконечное время, в итоге камера у меня появилась. Можете меня с этим поздравить, я надеюсь, что теперь я чаще буду публиковать какой-то контент. Свет у меня есть уже, ну, какое-то время. Найти отговорки здесь у меня не получилось. Из последнего, вот сегодня я, например, думал, как же я сейчас буду снимать, если у меня нет толкового сценария. Я вот туда, видите, у меня глаза вот туда подглядывают, там у меня основные тезисы, но там нет чёткого сценария. Я говорю из головы, просто опираясь на какие-то основные точки. Одна из отговорок была, как же я буду сейчас снимать, если я не побрился. Вот у меня сейчас довольно заросшая физиономия. Это не очень красиво смотрится в кадре, но я в какой-то момент понял, что вот это вот чёртовые отговорки можно очень часто находить, что каждый день будет появляться что-то новое. Сегодня на студии много народу, все шумят. А завтра нужно что-то делать, послезавтра нужно кого-то сводить, послезавтра надо куда-то уехать и так далее. В общем, это абсолютная пропасть. То есть можно постоянно придумывать себе способы, как избежать каких-то вещей, которые ты должен делать. Вот я несколько месяцев вот так вот уверенно и дерзко бегал от того, что мне нужно снять какой-то видос на канал. Почему я говорю об этом именно как о прокрастинации? Тут очень интересная история. Одно дело, когда вы перфекционист, да, и когда вы хотите что-то делать хорошо, и вам для этого нужны средства. Другое дело, когда вы постоянно находите себе новые квесты, чтобы проходить эти квесты и ни в коем случае не дойти до цели. Вот тут важно отличать одно от другого. Если все-таки ваша тема – это перфекционизм, то будет здорово, если вы этот перфекционизм немножко приручите, и у вас будет много появляться того, что вы делаете. Неважно, выпускаете вы песни, публикуете какие-то работы, картинки, графику делаете, неважно. Важно, что перфекционизм любой не должен загонять вас в тупик и не должен отодвигать на очень долгий срок публикацию каких-то ваших работ. Вот если же это вообще бесконечное растягивание, и отодвигание сроков того, что вы делаете, то это, скорее всего, прокрастинация. Я сейчас не буду говорить в таких специальных профессиональных терминах. Я все-таки не доктор, не психолог. И если у вас клинический какой-то случай, вам точно не нужно искать ответов на вопросы на Ютубе. Вам нужно пойти к доктору и поговорить с ним. Здесь же более такое бытовое безделие, я бы это назвал. Вот если бытовое безделие – это про вас, как и про меня, то самое главное, наверное, вот что мне помогает, я постоянно на это натыкаюсь, наступая на эти грабли, я заметил, что много всего перепробовал. Я перепробовал кучу электронных способов, типа вести специальные, ставить напоминалки, составлять какие-то графики в очень красивых приложениях, в которых у вас все структурировано и красиво. Мне это ничего не помогает, это действует ровно неделю, потом я забиваю и перестаю пользоваться этим приложением. Никакие заметки в телефоне, никакие приложения десктопные, ничего не помогает. Что помогает мне – это записывание целей, не такое долгосрочное, которое вообще-то доказано полезно и доказано результативно, когда человек записывает долгосрочные цели и потом как-то их постоянно держит в уме и стремится к ним. Это крутая штука, я сейчас попозже о ней расскажу. Но если вам ежедневно нужно что-то делать и не терять связи с реальностью и постоянно что-то полезное делать, а не просто какие-то странные вещи делать, о которых вечером вспоминаешь и думаешь, зачем я этим занимался. Вот, помогает просто ведение, лично мне помогает ведение списка дел такого, что я вечером сажусь и на бумаге записываю по пунктам, что я должен сделать завтра. Я стараюсь это делать именно вечером, перед тем, как ухожу из студии, потому что утром может завертеться, закрутиться и никакого списка не будет составлено, и будет день такой тоже расфокусированный и бесполезный. А когда я составлю этот список вечером, когда уже все дела сделаны, я вот нахожу в себе силы и нахожу пять минут, чтобы этот список составить, то опыт показывает, что так я больше выполняю и больше успеваю. И, собственно, чтобы не терять эту нить и постоянно что-то делать, 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 нужно каждый день вечером, когда ваши все дела сделаны, когда вы уже собрали вещи и готовы ехать домой, или если вы работаете дома, когда вы уже готовы закрыть ноутбук и пойти поужинать, или, не знаю, отдохнуть, то вот нужно найти в себе силы, найти три минуты времени и записать то, что вы должны сделать завтра. Очень завидую тем людям, у которых получается все это делать в красивых приложениях, таких презентабельных, когда все можно кодировать разными цветами, красиво это открывать на экране, смотреть на это, зачеркивать это все там. Ну, не знаю, это очень здорово выглядит, это в целом очень приятно. Вот. Но у меня ничего не получается, у меня такие жуткие, плохо нацарапанные, некрасивые списки, вот они почему-то больше всего результатов приносят. Вот. А по поводу долгосрочных целей я недавно решил это сделать. Вообще-то мне один раз это помогло в начальной школе, мне мой папа подсказал, что есть такой способ, ты, говорит, возьми, какие тебе оценки там нужны в конце четверти, или в конце там полугодия. Вот напиши эти оценки карандашом у себя в конце дневника. Я помню, что у нас так можно было делать, что четвертные оценки и полугодовые годовые оценки можно было, ну, учитель проставлял в конце дневника. Не знаю, как с этим сейчас, сейчас все электронное. Так вот, папа говорит, ты нарисуй себе эти оценки карандашом. Не сильно, не так, чтобы их было видно, не вдавливая эти надписи в бумагу, а просто аккуратненько наметь их карандашом. Я подумал, что за глупости, зачем я буду сам себе оценки ставить. Но, тем не менее, я сделал так, как он сказал. А цель у меня была очень простая. У меня была договоренность с родителями, что если я закончу то ли полугодие, то ли четверть, по-моему, какие-то такие вот, наверное, полугодие все-таки. Если я закончу без троек, а я был средненьким учеником в школе, то мне купят футбольную экипировку. В провинциальном городе тогда это было дорого и сложно. В общем, у меня была цель получить эту футбольную экипировку, и чтобы ее достичь, я должен был получить, не получить ни одной тройки в результате. Так вот, я себе зарисовал эти оценки, и это помогло. Недавно я к этому вернулся, но вместо того, чтобы записывать какие-то цели, я просто нахожу картинки в интернете того, что мне нужно. В основном это физические объекты. Вот, например, камера, на которую я сейчас это записываю. Любые вещи вы можете туда вписывать. Ну, не знаю, фотографию дома, в котором вы хотите жить, будет долгосрочная цель. Можно найти фотографию того автомобиля, который вы хотите. Не абстрактного, просто красивого, а конкретно той модели, того года, вот того производителя, который вы хотите, даже лучше того цвета, который вы хотите. Не важно, что вы хотите. То есть все объекты, все физические, все предметы, которые вы хотите приобрести или заполучить каким-то образом, можно найти в интернете фотографии и сложить это в одну папку, которую назвать любым удобным для вас словом. У меня эта папка называется, по-моему, goals, goals, цели. Вот, я немножко побросал туда картинок того, что мне нужно и потихонечку, потихонечку стараюсь это все как-то получать, организовывать себе, откладывать на это деньги какие-то. И, в общем, для меня это действенно. Вместо записывания целей на бумаге. Цели на бумаге, видимо, не для меня. Тут, мне кажется, никаких строгих правил быть не должно. Тут важен ваш комфорт и ваше понимание самого себя. Вот, как вы чувствуете, вы должны сделать. Так вы и сделаете. Так вы и организуете свое время. Вот несколько способов борьбы с прокрастинацией, или, если мы отойдем от этой терминологии, просто будем говорить с бытовым безделием, с дураковалянием, я вам перечислил лично тех, которые помогают мне. Если вы поделитесь в комментах под этим видео, тем, что вы используете, тем, что вам практически помогает достигать целей, как-то планировать на долгий срок, выполнять то, что вы хотите выполнить, поделитесь этим, пожалуйста. Будет интересно взглянуть. Может быть, тем, кто посмотрит этот ролик, будет интересно еще что-то узнать. И как раз в комментариях он это узнает. Это видео, как вы понимаете, оно не обучающее, оно не про компрессоры, оно не про сведение. Дело в том, что компрессоры сейчас крутят все. То есть, куда бы вы ни пошли на Ютубе, вам там расскажут, как устроены компрессоры, какие есть винтажные модели, откуда они появились, какая у них скорость срабатывания и так далее. Это все есть. Сведения тоже очень много. Продакшн чуть меньше, но все равно есть. Я решил этот ролик снять, потому что о психологическом состоянии творческих людей говорят не очень часто и не очень много. Тем не менее, я замечаю, что очень многие вещи, которые мне мешают достигать нужных целей, они как раз именно в голове. Я решил, что я попробую снять об этом несколько роликов, а вы можете их слушать как подкаст. Это будут короткие видео. Я сейчас смотрю хронометраж того, что наснимал. У меня получилось 13 минут. Из них, наверное, минут 5 отрежется и останется 8 минут, может быть, 10 останется минут. Посмотрим. Обязательно напишите в комментариях, интересно ли вам такая тематика и интересно ли вам вообще такая подача информации. Как вы видите, я не кричу, не развлекаю, а просто разговариваю на камеру. Более того, почти не подкрепляя то, что я говорю, никакими объективными знаниями. Все только из моего личного опыта. Вот, спасибо. Посмотрим, что получится. Рассказывайте, пишите, делитесь в комментариях, критикуйте. Если все ок, то сниму еще несколько роликов. Есть темы, которые я хотел бы осветить вот в таком формате. Спасибо. Подписка, лайк. Всем хорошего дня, вечера, не знаю, всем хорошей недели. Увидимся в следующих роликах. Пока.